По всей России дали старт череде государственной итоговой аттестации. Первыми в умы с головой погрузились 11-классники. Их непростая эстафета экзаменов началась с предметов по выбору – химии, литературы и географии. Сборы на ЕГЭ начинаются ранним утром дома. Главное не забыть всё самое важное – паспорт, чёрные ручки, дополнительные материалы, воду и шоколад, а также хорошее настроение. Оно помогает справиться со стрессом. Настроение очень весёлое. Сами понимаете, первый экзамен. Очень весело, прикольно. Давно хотелось пытать эти эмоции. Каждый выпускник готовился к экзамену долгие месяцы и даже годы. Поэтому каждый рассчитывает на высокий результат. Я сдаю литературу, настроение боевое, потому что я довольно долго готовился. Я комбинировал, то есть помимо занятий с репетитором, я также сам самостоятельно читал тексты, решал пробники. Ну, естественно, перепроверял себя, много читал. Ну, год готовился. Весь год, весь 11 класс. Учитель у нас хороший был, благодаря нему готовился. Очень много дал знаний. Это как готовился? Я готовился в 10 класс, 11 класс, с репетиторами в школе, дома, везде. Стресса на экзамене добавляет нахождение в другой школе, тщательный досмотр на наличие телефонов и камеры видеонаблюдения. В режиме реального времени несколько десятков людей следят за соблюдением порядка в аудитории. На ЕГЭ рассчитывать приходится только на себя. Чем выше полученный балл, тем больше шансов поступить в заветный вуз. Это тоже добавляет переживаний. Но ребята держатся и подбадривают друг друга песнями, кричалками перед началом. Засписывания и разговоры школьника могут удалить с экзамена. Все по-взрослому. Это тоже не добавляет веселья. Но есть и приятные нововведения. В этом году один любой предмет можно будет пересдать. Когда все переживания позади, экзамен написан, выпускник может смело идти домой. А вот работа наблюдателей и сотрудников пункта проведения экзамена не заканчивается. После того, как учащие создают экзаменационные материалы и уходят из ППЭ, их работы и кимы, и черновики непосредственно запечатываются в возрастно-доставочные пакеты. Они сдаются в штабе подростки. Они уже из аудитории приносят запечатанные. И потом в штабе полномоченные ГЭК после подтверждения увозят экзаменационный материал непосредственно в РЦОИ. Результаты сегодняшнего испытания школьники смогут узнать не позднее 6 июня. Следующий экзамен у выпускников 11 класса по русскому языку. Он пройдет 28 мая. Последний день сдачи ЕГЭ в этом году 21 июня. Для пересдачи любого предмета выбраны 4 и 5 июля. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Светлана Карпухина.